Без кота и жизнь не та. Так принято говорить про братьев наших меньших. За несколько тысячелетий коты и кошки стали для нас настоящими друзьями, соратниками и даже полноценными членами семьи. Более 40% жителей нашей планеты в качестве домашнего питомца выбирают именно их. И это неудивительно. Эти животные неповторимы, загадочны и даже мистичны. С ними связано множество народных примет. Считается, что хвостатые лечат, забирают негативную энергию и приносят богатство и счастье в дом. Ну, в всяком случае, снимают нервное напряжение. Я это чутко заметил. После того, как ее погладишь, пообщаешься с ней, просто становится немножко так лучше. Черная кошка, счастливая дорожка. Они обычно мордочку прячут в лапки перед холодом. Когда ожидается сильный холод, они закутываются максимально. Ну, наверное, это единственное. Ну, наш кот когда-то так делал. Вообще, я считаю, что домашние животные имеют душу. Они так же чувствуют, они так же любят, еще сильнее любят нас. Так что их надо поддерживать. А вообще в Севастополе люди очень добрые. Я вижу, как очень многие подкармливают домашних животных. Я инвалид второй группы по сердцу, да. И вот кошка мне все время приходит на грудь, ложится и лежит, морлыкает. Да, успокаивает нервы. А еще коты и кошки – лучшие друзья рыбаков. Они очень точно предсказывают не только погоду, но и улов. Об этом не понаслышке знает и севастопольский рыбак со стажем Алексея Ксюченко. На Графской пристани он знаком уже с каждым матроскиным. Говорит, если на пристани кошачьих немного, значит, рассчитывать на богатый улов сегодня точно не стоит. Кошки, знаете, это очень умное животное, самостоятельное, неприхотливое и умное настолько, что она, в принципе, определяет, какой из рыбаков на сегодняшний день, когда она пришла за уловом, будет удачливее. И они накапливаются у тех людей, которые поймают первую рыбку. Естественно, с ними делятся, потому что есть так называемый прилов, то есть мелкая рыба, которая никому не в хозяйстве, ни для чего не нужна. Ее выпускают, ну а некоторыми хвостами, так сказать, делятся с кошками. Помогают кошачьим и волонтеры. Вот уже шесть лет Елена Воинова ухаживает за животными, которые по разным причинам стали не нужны своим прежним хозяевам. Сейчас во временном приюте экопарка Лукоморья обитают около сотни таких хвостатых. Судьба каждого по-своему трагична. Вот это вот Машенька, которая появилась у нас, ну, уже, наверное, года два. Была хозяйская кошка, жила-жила себе в любви и радости шесть лет. Потом дедушка с бабушкой решили ее сбагрить. И кошка за четыре дня сидя в клетке, пока она была на карантине, чтобы ее привить, но она чуть не умерла, потому что она вообще отказывалась от еды, от воды. И ни в туалет не ходила, я боялась, что все. Ну, кошечка потом потихонечку оттаяла, получила прививки, и вот теперь она живет со всеми. А чтобы таких ситуаций в будущем было меньше, детей с малых лет приучают ответственно относиться к домашним животным. Для этого в севастопольских школах организуют лекции и благотворительные акции. Ребята приносят корм, лекарства, наполнители и игрушки для котов. Я очень рада, что ребята разделяют нашу позицию, нашей школы. Каждый класс проводил агит-компанию об этой гуманитарной помощи для котов. И каждый внес какой-то свой вклад. И мы очень рады, что ребята у нас растут очень милосердными, патриотичными и ответственными. Директор Центра помощи бездомным животным еще раз напоминает – питомец – это не игрушка. Прежде чем завести домашнее животное, важно создать для него не только комфортные и безопасные условия, но и научиться нести персональную ответственность. Только тогда, по словам Елены Войновой, проблему бездомных животных можно будет решить. Я сейчас стараюсь животных передавать по договору, где человек носит свои координаты, свои паспортные данные. То есть сто раз подумать. Можно не только любить, но надо правильно кормить, обязательно посещать ветеринара. То есть это ребенок. Если маленькие дети наши вырастают и уходят, то животное – это постоянный ребенок всю жизнь свою. Кошки – удивительные существа. Они умело сочетают в себе, казалось бы, несочетаемое. Независимость и привязанность, чувствительность и уравновешенность, любопытство и осторожность. Кошки – игривы, склонны к авантюрам и умеют радоваться мелочам. Можно с уверенностью сказать, что нам у хвостатых точно есть чему поучиться. Владислав Ивенин, Михаил Волобуев, Новости Севастополя. Владислав Иванов, Новости Севастополя.